Всех приветствую на канале АТИК Сварки. Меня зовут Антон. Меня зовут Сергей Хирург. Как и обещали в прошлом видео, расскажем про синие швы в пищевой промышленности. Какие допустимы, какие нет. Произведем анализ шва, расписанного аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом среди инертного газа аргона с содержанием воздушной смеси на 200 ppm. Скажу откровенно, не так просто поймать 200 ppm. Газ качественный, 99,998%. Образец КСС марки стали АИС-304Л, диаметр 76,1, стенка двойка. Рассмотрим сначала геометрию шва. Сплавление полное по всей длине окружности образца. В наличии усиления шва, оно находится ближе к 12 часам. Произошло оно по следующим причинам. Внизу, где начинал шов, содержание в воздушной смеси было 200 ppm. При нагреве металл окислялся, образовались оксиды, что в свою очередь повлияло на необходимость больше вкладывать тепла в сварочную ванну, потому что температура плавления у оксидов больше, чем у сплава металла. Из этого следует, что вложил больше тепла в это место, в зону термического влияния. Появилась синяя ломкость, металл стал жестче, потерял пластичность, но не потерял его дальше в зону термического влияния. Расписывая шов дальше, содержание аргона стало больше, потому что выгорело воздушная смесь внутри трубы. Сплавление происходит лучше без оксидов. Итак, как я ловил 200 ppm, мне пришлось перед сваркой убавить количество подаваемого аргона внутрь трубы. Внутреннее давление не поддерживало шов, и он упал. Но не намного, это видно буквально с 0,5 мм. Цвета побежалости говорят о выгоревших, лигирующих элементах. Впоследствии такие цвета наверняка смоют раствор кислот при пассивации. Но синева нам говорит о синеломкости шва и потере пластичности. Из этого следует, что при температурных и динамических нагрузках, а они бывают нередко, в назначении этого трубопровода это место будет одним из слабых, если сравнивать его с остальным металлом трубопровода. Вопрос во времени и условии эксплуатации. Сколько проживет этот стык? Он лопнет на границе зоны термического влияния из-за разных структурно-молекулярных решеток, так как лигирующие элементы присоединили к себе атомарный кислород, а возможно и углерод с образованием карбидов хрома и никеля. Углерод тоже имеет место быть в воздушной смеси. Как минимум мы же его выдыхаем. Насчет водорода не уверен, что он успевает вступать в реакцию при сварке аустинитных марок. В сварке алюминия, да, особенно когда свариваешь холодную заготовку полуавтоматической, частично механизированной сваркой проволоку сплошного сечения среди инертного газа аргона. Но это другая история, о которой мы можем поговорить в других сюжетах. Будем заканчивать. Впереди опыты на 500 ppm. Всем спасибо за просмотр. Ответим на ваши вопросы в телеграм-чате. Всем спасибо. Пока. Пока.